Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшней программы – «Как клюш» или «Как уберечься от опасной инфекции». Сегодня у нас в студии. Никонов Михаил Евгеньевич – это заместитель главного врача по медицинской части детской городской клинической больницы, врач-инфекционист. Здравствуйте, Михаил Евгеньевич. Михаил Евгеньевич, «Как клюш» – это острое инфекционное заболевание дыхательных путей. Оно сопровождается таким приступообразным кашлем, которым может продолжаться несколько месяцев даже, изнуряющий такой кашель, непродуктивный, как говорят, то есть без мокроты. Вот кто может заболеть коклюшем, да? Кто может заболеть, кто подвижному? И что из себя вообще представляет это заболевание? Коклюш – это острое инфекционное заболевание бактериальной природы. Бактериальное, не вирусное, да? Бактериальное, да. Вызывается такой бактерий, называется она бордотелопертусис. И параллельно с коклюшом еще протекает и такое заболевание, как пара-коклюш. То есть они, в принципе, неизменно идут вместе друг с другом. Клиника этой инфекции, она очень такая, скажем так, ее очень легко распознать на определенном этапе. В начале, да? Как раз-таки наоборот. Наоборот, то есть в середине, в разгаре. Здесь и осложняется, потому что инкубационный период этого инфекционного процесса в среднем 5-7 дней. Но может быть и больше, может быть до 2-3 недели. Это длительно, довольно длительно. То есть инкубационный период – это что такое? Процесс уже запущен, патологический, а клиники еще нет. То есть проявлений клинических еще пока нет. Да, то есть ребенок совершенно спокойно может ходить в детский сад, в школу, гулять, чувствовать себя вполне замечательно, но процесс уже все, запустился. И вот к 5-7 дню, как правило, но бывает и попозже, возникает катаральный период. Что такое катаральный период? Это просто красное горло. Это просто какая-то интоксикация. Это просто вялость, сонливость, небольшое повышение температуры до 38 градусов. В принципе, на этом катаральный период клиника заканчивается. Но в середине, ближе к концу катарального периода, появляется кашель. Кашель обычный, кашель ненавязчивый. Вот именно вот на этом этапе, даже вот на этом этапе заподозрить как клюш достаточно сложно. Потому что кашель может сопровождаться просто обычным раздражением носоглотки. Ничего такого. Ну, то есть по типу, как ленофаренгиды, такого. Совершенно верно. Совершенно верно. И к концу этого периода, когда уже начинается следующий период, это период спазматического кашля, вот как раз-таки тогда и вот это вот очень похожее и очень значимое для диагностики жалобы и появляется в виде вот этого спазматического кашля. Что такое спазматический кашля при коклюше? Это кашель сухой, как правило, может быть. Надсадный еще называют. Надсадный кашель, да. То есть это несколько коротких кашлевых толчков, которые чередуются с репризами. Что такое реприз? То есть это глубокий, тяжелый вдох. То есть ребенок кашляет, кашляет, кашляет безостановочно. Напоминает одышку с чем-то. Совершенно верно. Потом у него идет вот этот вот вдох звучный такой, и он дальше продолжает кашлять. И вот эти вот приступы между репризами, их может быть достаточно много. Все зависит от тяжести заболевания. Их может быть 5, их может быть 7, но это считается легкое течение. А тяжелое течение – это 20, 30, 40, до 50 вот этих вот приступов. То есть это кашель, который может растянуться не на один десяток минут. Тяжелое течение. Как правило, более тяжело болеют дети маленькие, дети непривитые, дети до года. У детей до года очень, ну скажем так, не то чтобы часто, но крайне нередко, назовем это так, возникают приступы апноэ, что это такое. То есть это вот во время кашля, остановка дыхания, задержка дыхания. Она незначительная, она недолгая, она вряд ли вызовет какую-то гипоксию мозга, то есть там не успеет. Ну не успеет еще раз. Не успеет, там буквально несколько секунд. Но это очень, мягко сказать, волнительно. И, конечно, родители пугаются, и дети, которые бывают постарше, они тоже пугаются. Но такие дети обычно уже лежат в стационаре. Коклюш, в принципе, если это легкое течение или это средне-тяжелое течение, то вполне запросто можно лечить это дома. Тяжелое течение или дети до года, они все-таки должны, с подозрением на коклюш, должны находиться в стационаре. К сожалению, я вот, ну, в своей практике я вот эти приступы апноэ видел. Это, скажем так, очень неприятно видеть вот эту вот ситуацию. И здесь проблема осложняется тем, что, скажем так, вот активно в этот момент помочь очень сложно, потому что процесс патологически запущен. Конечно, там дается кислород, но если это стационар, я имею в виду, дается кислород, дается какие-то там препараты определенные, я думаю, что мы о них скажем в общем и целом чуть позже. Но заболевание очень неприятное тем, что болеть может любой. Болеть может ребенок дошкольник, детсадовец, неорганизованный ребенок. То есть причиной, точнее, не причиной, а кто может коклюш передать? Любой абсолютно человек. Источник заболеваний? Источник заболеваний это любой человек абсолютно. Причем самое неприятное здесь то, что есть такое понятие, как бактерионоситель, или бактериовыделитель. Здесь тоже это есть, да? Здесь тоже это есть. То есть клиники нет, жалоб нет, но бактерия какое-то время живет в носоглотке, она там размножается и выделяется в окружающую среду. Я, грубо говоря, могу не болеть, но выделять. Соответственно, вот именно бактериовыделители, они и являются эпидемиологически очень, скажем так, коварными источниками. Их очень сложно выявить вовремя. Коклюш ставится достаточно легко. Я еще раз повторюсь. Ну, давайте расскажем о диагностике сразу, Михаил Евгеньевич. Диагностика. Ну, во-первых, диагностика. Это эпитонамнез. Обязательно, да. То есть я должен знать, как врач, что ребенок контактировал с подтвержденным коклюшом или ребенок контактировал с другим ребенком, у которого есть определенные жалобы. Ну, проявление, да. Дальше клиника. Соответственно, клиника. На втором месте, наверное, редко она выступает все-таки. Ну, да. Или уже отчасти может. Да. Потому что в катаральном периоде определить, как клюш, очень сложно. Особенно, если у нас нет эпитонамнеза. Ну, как вы сказали, в принципе, от уровня от остеотерохиит вообще не отличается. Ничем. Ничем. Вот. Дальше прививался, не прививался, тоже, наверное, имеет значение. Совершенно верно. Соответственно, имеет значение, контактировал, не контактировал с каким-нибудь инфекционным больным. И если, конечно, контактировал с больным, у которого там определенный кашель, который мы вот уже обсуждали, то как минимум, да, уже должно насторожить. Потом, значит, это лабораторная диагностика. Что в нее входит? Ну, вот здесь нужно, здесь очень важно понимать, если мы, значит, лабораторная диагностика, это бактериологический метод. То есть, грубо говоря, мы должны в определенной питательной среде вырастить. Ну, то есть обнаружить прямо вот бактерию самую, возбудитель. Возбудитель. Должны его вырастить, да, и определить, что вот это коклюш, и, соответственно, ну, соответственно, диагноз тоже. Это бордотелопертусис, и, соответственно, диагноз коклюш. Здесь момент такой. Вообще в патогенезе причина, как развивается данное заболевание. Здесь проблема-то не в самой бактерии, которая поселилась в организме и там размножается, живет, оказывает какое-то действие. А в ее токсинах, которые вызывают проблему. То есть, грубо говоря, когда бактерия попадает на слизистую, она в кровоток не попадает. Она живет на слизистой. Она больше никуда не проникает в кровоток, не плавает по кровеносному руслу. То есть, в принципе, проблема-то заключается в том, что вот эта бактерия бордотелопертусис, которая в процессе своей жизнедеятельности выделяет токсины, которые как раз-таки и попадают в кровоток. Они с кровотоком циркулируют и оказывают раздражительное действие на центр кашля. Рефлекторно, то есть? Рефлекторно. То есть, когда, получается, проходит какое-то время, и уже период этого приступообразного кашля, самой бактерии, как правило, в это время уже нет. И токсинов нет. А механизм уже запущен. А процесс запущен. То есть, раздражающий вот этот элемент, он, соответственно, и дает вот эти постоянные кашли. Параллельно, рядом с центром кашля находится очень много других центров защитных, скажем так. Поэтому и, естественно, они тоже могут раздражаться. То есть, Михаил Ильич, получается, что лабораторная диагностика все-таки это основной такой параметр, который определяет сам диагноз. То есть без этого параметра все-таки диагноз неправомочный ставить? В ряде случаев. В том-то и дело, что дифференциальная диагностика очень сложная. И дифференциальная диагностика заключается в том, чтобы понять, коклюш это или, например, затяжной какой-то трохиит. Или это какая-то аллергическая реакция, которая возникла. Ну, нужно разбираться, да? Здесь нужно разбираться. Понятно, что здесь, кроме, если мы сдаем определенные анализы и получаем отрицательный анализ на коклюш, здесь нужно комплексно подходить к ситуации, включая эпитонамнез, включая клинику. Но все-таки основополагающая. Но основополагающая. То есть я, как врач, должен, скажем так, эпидемиологу доказать, подтвердить, что это действительно заболевание. Михаил Евгеньевич, давайте вот такой вопрос. Ну, мы сказали, что может заболеть любой человек коклюшем. Значит, все-таки статистику какую-то мы можем привести. Сколько случаев у нас в Ульяновской области? Может, по регионам вы знаете, да? Ну, я думаю, мы ничем не отличаемся от других регионов, да, в плане вот эпитонамнеза какого-то, да? Мы ничем не отличаемся от других регионов. Я скажу даже более. Вот, скажем так, сколько коклюша подтвержденного было в прошлом году, примерно столько же его и в этом году. И столько же его будет в следующем году. То есть такая стабильная? Это стабильная статистика. Ну да, она может как-то варьироваться немного, но сказать, чтобы сегодня вот столько коклюша, там, 10 случаев, а завтра 150, ну, я думаю, что это сложно сказать. Вообще, по Ульяновску за 7 месяцев официально подтверждено 24 случая коклюша. Это официальная статистика. Причем 23 случая у ребенка, один у взрослого. Вот. Но у взрослых, тут момент какой, у взрослых коклюш протекает гораздо легче. Он может протекать в атипичной форме. То есть проблемы есть, а вот этого приступообразного кашля нет. Есть такие стерты атипичные формы, и они у взрослых очень часто встречаются. Вообще, вот если взять мировую статистику, то коклюша, ну, по большому счету, его достаточно много. Регистрируется вообще по всему миру. И смерти, к сожалению, тоже от коклюша есть. Но, например, вот насколько я знаю статистику по Ульяновску и статистику вообще по Российской Федерации, ну, сейчас современная медицина дошла до определенных таких моментов, когда от коклюша непосредственно от самого заболевания умереть очень сложно вообще. Понятное дело, что если есть какие-то сопутствующие заболевания, хронические заболевания, вот патологии бронхолегочного дерева, ну, группы риск, так называемые, да? Сердечно-сосудистые проблемы, да, да, здесь может быть. И коклюш может, как и любой другой инфекционный процесс, запустить каскад механизмов, которые приведут там, ну, к неприятному, скажем, такому исходу. Михаил Евгеньевич, ну, вот вы сказали уже, что распространенность этого заболевания не столь высокая, да? Я думаю, что все-таки это заслуга в том числе и эпид-мероприятий, которые проводятся, да? Вот давайте об этом тоже скажем. Вот, например, в детском саду или в школе поставили диагноз «коклюш», да? Вот какая будет, каков алгоритм, значит, действия медработников, педагогического состава, да? Что делается вообще из той, из этой страны, чтобы эта стране не получила это заболевание? Ребенку ставят «коклюш». Он подтвержден, он выставлен, официальный диагноз, соответственно, сразу же в течение... Ну, короткое мероприятие, так же, да. Этих же суток передается экстренное извещение о том, что вот данному ребенку в данном детском саду или там в организованном любом коллективе поставлен вот такой диагноз. Четко, подробно все, все графы заполнены. Да, совершенно верно. То есть это ставится, когда заболел, когда последний раз посещал школу или там детский сад, когда обратился, когда выставлен диагноз. То есть много очень там параметров, которые это все заполняет медицинский работник. Это заполняет врач, участковый педиатр, ну, либо тот врач, который выставил первично этот диагноз. Ну, это профессионально, мы уже не будем как-то касаться этого отчасти. Далее что? Соответственно, все дети, которые проконтактировали с этим ребенком... В группе или в классе? В группе или в классе, да. Они... составляется список, и они наблюдаются. Карантин накладывается? Карантин... ну, как сказать, карантин накладывается... Нет, они продолжают так же дальше ходить, но за ними наблюдают каждый день. То есть температурный режим? Обязательно. Осмотр зева горла, да? Медицинский работник в детском саду или в школе. Пальпация, там, осмотр кожных покровов, лимфоузлов, да? Ну, если необходимо, да. Если жалобы какие-то там появляются. Да, совершенно верно. То есть если жалоб нет, ребенок наблюдается... Если температуры и осмотры, то, соответственно, данного ребенка нужно направить к участковому педиатру. Потому что фельдшер или медсестра в школе или в детском саду, ну, скажем так, это немножко не ее прерогатива. Она должна первично найти, заподозрить. А вот вся остальная тактика ведения, наблюдения, лечения и так далее, это уже участковый педиатр по месту жительства данного ребенка. Вот. Значит, за детьми в течение двух недель наблюдаются. Если в течение инкубационного периода... То есть нужно что? Нужно преодолеть порог инкубационного периода. Ну, то есть вы, как и говорили, 7-14 дней, то есть это примерно 10-14 дней. То есть, в принципе, если в этот инкубационный период от последнего момента контакта больного ребенка заканчивает инкубационный период, и никто не заболел, значит, история заканчивается. В принципе, здесь достаточно все просто. Михаил Евгеньевич, давайте тогда поговорим о том, что... О вакцинации. Да. Ну, мы в ряде программ говорили о том, что нельзя избегать вакцинации, нужно обязательно соблюдать календарь, вот этот прививочный. От коклюша тоже входит... коклюша вакцинация тоже входит в прививочный календарь. Правильно? Совершенно верно. Вот, поэтому, ну, смотрите, вот, конечно, прививка обязательная, это даже неоспоримо. Но если, предположим, родители вот не сделали своевременно, и потом в каком-то, там, в 2 года или в 3 года, как говорится, ну, спохватились и решили все-таки, вот, как говорится, сделать эту вакцинацию, какие их шаги должны быть? Поздно, не поздно это сделать, вот в этом направлении? Ну, вообще, вакцинация проводится плановая, если мы говорим про плановую вакцинацию, она проводится в 3 месяца, в 4,5 и в 6 месяцев. И ревакцинация проводится в 18 месяцев. То есть по окончанию, вот, скажем так, вакцинации от коклюша, ну, и ревакцинация, соответственно, ребенок считается полноценно, полностью привит и... И безопасен. И безопасен, и защищен, как минимум, защищен от тяжелых случаев, от последствий, от осложнений и так далее, потому что, ну, нужно понимать все-таки, давайте будем, как бы, любая прививка на 100% она не может защитить, но однозначно, если вдруг заболеешь, однозначно ты заболеешь, и у тебя все пройдет достаточно легко, без последствий, без тяжелого течения, без стационара. Михаил Евгеньевич, давайте сразу об осложнениях. Какие могут быть осложнения при коклюшении? Осложнения могут быть непосредственно... Если, кстати, не вакцинироваться, да, вот, кстати, они могут возникнуть. Осложнения могут быть непосредственно от самой бактерии, от этой вот бордотелы, которая вот и вызывает, собственно, проблему. И осложнения могут быть от какой-то сопутствующей патологии. Зачастую, в подавляющем большинстве случаев, осложнение – это какой-то фон. То есть, ребенок заболел, у него коклюш, он болеет, он кашляет, достаточно долго болеет, у него снижается иммунитет, на фоне сниженного иммунитета активируется условно-патогенная своя собственная флора. Это та самая флора, которая никак себя не проявляет, но в определенных условиях она может дать о себе знать. И, собственно говоря, какие могут быть осложнения? Это различные бронхиты, это пневмонии, это... В том числе и обструктивные бронхиты. Абсолютно верно, да. То есть, в принципе, самое коварное и самое сложное и самое часто встречающее осложнение – это вот сопутствующий фон, это вот бронхолегочная патология. Параллельно, конечно, я уже говорил, если есть какие-то факторы риска, то, соответственно, здесь тоже могут возникнуть сложности. А если еще у ребенка, скажем так, астматический статус какой-то или еще что-то, или аллергический какой-то, отягощенный? Ну, здесь уже все гораздо сложнее и серьезнее, да. Ну, в любом случае, надо сказать очень серьезно, да, но еще раз возвращаясь к вакцинации. То есть, получается, вот родителям, да, в любом возрасте, да, все-таки можно ребенка привить, получается, да? Ну, есть вакцины, которые мы прививаем в плановый порядок, это КДС. Да, да, да. Это комплексная вакцина, которая входит в том числе и коклюшный компонент. Есть другие целлюлярные вакцины, которыми тоже можно прививать, если вдруг по каким-то, почему-то не приявились вовремя. Ну, ситуации бывают разные. Родители могут быть, скажем так, слегка не согласны с календарем и чуть позже делают. Здесь может быть официальный медотвод в силу каких-то патологий. Может быть все что угодно. Поэтому, конечно, здесь нужно всегда подходить индивидуально к каждому ребенку. Ну, пусть это даже, Михаил Вменьевич, скажем так, прерогатива педиатрической службы, да? Да. Педиатр, каждый подход должен быть индивидуальный, я так понял, да, все-таки, да? И всегда родители могут спросить, посоветоваться с педиатром. Соответственно, по возрасту, по ребенку, потому что педиатр знает свой участок, знает своих ребятишек, как говорится, и может уже принять какое-то решение. Ну, вот если говорить про АКДС, то прививать можно до этой вакцины до 3-4-летнего возраста. Если есть ацеллюлярные вакцины, они немножко другие, не будем как бы, это педиатр может любой рассказать, в принципе. Здесь можно прививать до 6 лет ребенка. Это вполне нормально. Есть вакцины, которыми можно прививать и взрослое население в том числе. Они идут до 60-летнего возраста. То есть, в принципе, при определенном желании, небольшом, привиться можно очень легко. Еще хотелось бы что сказать, вот я вот про клинику хотел сказать. Очень, как и уж, очень неприятен тем, что если ребенок непривитой, то, соответственно, достаточно тяжелое течение может быть. И вот этот период приступообразного кашля, он может быть до месяца. То есть, это очень долгий процесс. Это не просто, что он 2-3 дня покашлял, как при бронхите, например. Назначили какое-то лечение, полечили, все прошло. Здесь все гораздо сложнее. Даже от того лечения, которое назначается, оно, там, определенные механизмы, утяжеляющие положение. Именно с тем, что бактерий нет, убивать уже никакую бактерию не нужно, токсинов уже нет. А вот эти раздражающие изменения в центре кашля, они сохраняются. Поэтому, конечно, назначается определенный препарат, который в какой-то степени блокирует центр кашля. И, соответственно, немножко кашель проходит. Но вообще есть случаи, когда вот этот вот кашель, понятно, он будет сходить постепенно на нет. Но до полугода иногда бывает такое, что дети продолжают кашлять. То есть, он уже не кашляет так, как в приступный период. Михаил Ильич, ну тогда получается, что все-таки в начале, мы сказали, до начала заболевания, может появление такие очень быть стертые и быть похожими на острый респираторный вирусный инфекция, на острый тархиит и так далее, да, там, ринофарингит и так далее. Но все-таки, вот что должно родителей насторожить, какие симптомы у ребенка, чтобы вот они прямо, как говорится, бегом, да, вот взяли, да, и пошли к врачу-педиатру или вызвали на дом, то есть, вот какие симптомы должны насторожить именно в плане коклюша? Именно в плане коклюша должен насторожить кашель. То есть, именно вот кашель, кашель. Да, ну, понимаете, тут нужно подходить дифференцированно. Услышать кашель и послушать ребенка, послушать легкие сердца, это немножко разные вещи, потому что кашель может быть визуально для родителей, дистанционно, он может быть один, а кашель это может быть не из-за коклюша, а из-за тархиита. Или, например, из-за обструктивного баронхита, и в легких услышатся там сухие, множество сухих хрипов, которые при коклюше могут, ну, как, не бывают в таком количестве. Поэтому, как только, если ребенок, во-первых, заболел, ну, конечно, нужно обратиться к участковому педагогу. Всегда нужно обратиться, да? Всегда, конечно. Если в силу каких-то обстоятельств не обратились, и, ну, каждый родитель видит, что изо дня в день ситуация меняется не в ту сторону, в которую хотелось бы, то есть она ухудшается. Конечно, многие родители занимаются самолечением. Вот. Но это недопустимо, конечно. Ну, мне можно заниматься самолечением. А вот тем, у кого нет медицинского образования, тот, кто не может послушать и определить, какой из препаратов в данный момент подходит, здесь, конечно... Тем более, все индивидуально всегда нужно решаться. Конечно. И очень часто вот диагностика коклюша осложняется тем, что, ну, вот как бы проще это сказать, уже активно полечили ребенка. То есть все зависит от того, что есть в легких. Если в легких есть мокрота, она, ее много, она густая, то есть она вибрирует при движении воздуха, возникают эти вот влажные хрипы, там лечение одно. Сухие хрипы, лечение другое. Как клюшная каша, лечение совершенно другое, абсолютно, ну, третье уже. И когда лечение изначально не совсем правильное было, так, тактика ведения ребенка была выбрана неправильно, конечно, здесь возникает очень много сложностей. И вовремя поставить диагноз, ну, скажем так, бывает достаточно сложно. Михаил Евгеньевич, ну, все-таки вот, учитывая Ваш опыт уже такой большой, скажите, пожалуйста, вот какие формы коклюша все-таки попадают в стационар? С чем? Вот когда амбулаторный ресурс уже исчерпан, с чем попадают вот именно на стационарное лечение? Ну, здесь хотелось бы сразу сказать, что в стационар попадают не по наличию заболевания, по тяжести заболевания, да. В стационар с коклюшом попадают, это средне-тяжелое, ну, и тяжелое течение заболевания. То есть, это дети маленькие могут быть, это могут быть дети взрослые, но с таким достаточно тяжелым течением заболевания. То есть, это частые репризы, это постоянные приступы кашля. Интоксикация нужно определять, да? Интоксикация выраженная, да. То есть, зачастую попадают дети, которые лечились самостоятельно, но недолечились очень часто бывает. И приходится прибегать уже. Приходится, да. И они приходят в поликлинику по месту жительства, говорят, вот мы тут уже месяц кашляем, мы вот пили то-то, то-то, нам рекомендовали кто-то. Но не помогло. Хотелось бы сказать, что случаев смертей от коклюша, от коклюша, ну, очень давно не зарегистрированы. Как у детей, так и у взрослых. Болеют, не сказать, чтобы часто. Да, есть случаи коклюша, да, они есть. Но их ровно столько же, сколько это было вот... Михаил, ну, тогда давайте на этой хорошей ноте тогда вот какие-то пожелания от вас, как от доктора, вот нашим телезрителям, и большим, и маленьким. Да, я бы хотел... Ну, наверное, пожелание у меня одно, но очень такое важное. Это вакцинация. Это очень важно, потому что родители, к сожалению... Есть ситуации, когда ребенка нельзя вакцинировать по медицинским показаниям. Да, это одна ситуация. Но есть ситуации, когда родители просто не хотят. Потому что печально, конечно. Потому что я боюсь, потому что это мое право. Но самое-то интересное во всем этом, что эти же самые родители, они-то привиты. Потому что их привили. В свое время привили, да. А они вот не хотят. Но я бы хотел, что пожелать? Во-первых, здоровья хотел бы я пожелать. Потому что, ну, не хотелось бы, чтобы кто-то встречался с таким заболеваем, как коклюш, да и вообще с любым другим инфекционным заболеванием. И второе, конечно, я бы хотел настоять на том, чтобы все-таки детей прививали вовремя и прививали правильно. Ну, вот меня иногда спрашивают, а вот нужно ли прививаться там в частном центре, в государственной клинике. Как лучше прививаться? Ну, по большому счету, главное привиться. Потому что вакцина, она же одна. Вот. И я всегда говорю, что я своего... Я не могу сказать, что вот тебе вот нужно, а тебе нельзя. Каждый волен решать сам. Но своего ребенка я привил. От всего. Ну, это лучший пример, конечно. Вот. И дальше уже как бы вопросы все отпадали. И потом, календарь прививок, он же уже отработанный, четко, годами, да? И не зря же в определенные промежутки времени возраста должны именно провоцинироваться. Кокрюшо мы прививаем уже более 50 лет. Конечно. То есть здесь проблем-то не возникает. Да, конечно, бывают всякие ситуации, всякие реакции бывают. Но их настолько мало в общей массе, что... По сравнению с тяжестью, по сравнению с этим заболеванием. По сравнению с тем, что, да, что протекает, когда ребенок начинает болеть. Когда ребенок начинает болеть, почему-то родители начинают говорить, да, вот надо было бы. Ну, то есть все нужно делать вовремя и своевременно. Конечно. Всегда слушать нас медикам. Конечно, конечно. Ну что ж, спасибо большое, Михаил Евгеньевич. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. Всем до новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова